Самосвал ShineSea X3000, производство компании ShineSea Automobile из Поднебесной, специально разработан для дорожно-строительных и карьерных работ, отличается повышенной надежностью и подходит для эксплуатации в любых климатических условиях. Давайте посмотрим, как удалось реализовать эту модель разработчику АИ-9527. Двигатели три на выбор, все достаточной мощности. Выбирая один из них, коробки передач также три, можно выбрать любую. Подвески опять три, все активные, но меняется, естественно, высота подвески. Я выберу какую-то среднюю. Перейдем в шины. Шоссейные, пожалуй, нам не интересны, а в вездеходных, посмотрите, характеристики по грязи отлично, но эта резина конкретно для этого грузовика. И обратите внимание, размерность здесь указана неверная. Предположу, что это где-то 47 дюймов. Поскольку вот 50 размер, и вот стандартный. Я оставлю эту резину, поскольку характеристики достойные. И если мы сравним с внедорожными, то здесь явно по грязи проигрывают эти колеса. Но есть и для зимы. Далее лебедки. Четыре на выбор. Устанавливаю одну из них. Ну и модули кузова. Здесь широчайший выбор, как видите. Все наши привычные кузова, включая тяжелые краны. Низкое и высокое седло. Бортовые платформы. Стандартные. Доступны к установке мини-краны. Но есть и собственные кузова. Посмотрите. В данном случае платформа-эвакуатор. Это кузов предназначен для перевозки каких-то грузов. Но он управляемый. Мы с вами в дальнейшем посмотрим. И вот еще один кузов самосвала. Его я и установлю. Перейдем далее. Задний бампер. Можно выбрать из трех. Я пожалуй один из них поставлю. Передний бампер. Здесь два варианта. Но добавляются светодиодные противотуманки. Поставлю. И посмотрите какой модуль мы можем поставить. Модуль для ремонта и заправки. Посмотрите. Стоимость минимальная. Но в результате мы получили 64 тысячи единиц. Для ремонта. Ну и запасных колес неимоверное количество. Диски в единственном варианте. Расцветки пожалуйста. Можно выбрать какие-то яркие. На которых незаметно практически. Износа. Лакокрасочного покрытия. В данном случае кабины. Потому что вот так выглядит. Тут явно конечно видно. Что автомобиль эксплуатировался активно. Ну а вот на таких каких-то ярких красках. В меньшей степени все это выражено. Практически незаметно. Ну я оставлю вот в такой окраске. Да и все. Наш грузовик. В данном случае самосвал. Готов к выезду из гаража. Вот так выглядят наши грузовики. С собственными кузовами. Давайте сядем внутрь. Одного из грузовиков. А вот наша кабина. Комфортные сидения. Приятная расцветка. Пластика. Внутреннего оформления кабины. В том числе и крыши. Зеркала рабочие. Большие. Причем присутствует еще дополнительное зеркало. Для обзора пространства. Перед передним бампером. Давайте проверим звуковой сигнал. Вполне достойный звук. Заведем двигатель. Стрелка тахометра заработала. Ну вот такой вот достаточно сочный звук двигателя. Дадим оборотов. Смотрите. Можно даже в красный тектор загнать обороты двигателя. Посмотрим снаружи. Как у нас с выхлопом. Дадим оборотов. Ну нет. Чистый выхлоп. Просто горячий воздух гонит. Ну и каждый из кузовов собственно сам по себе интересен. Но также можно и управлять. Давайте посмотрим в данном случае на эвакуаторе. То есть мы можем рампу поднять. Ну и соответственно опустить. Это естественно. Привычно. Давайте поднимем. И пересядем в следующий грузовик. Заведем наш зеленый грузовик. Кстати можем включить фары. Посмотрите на козырьке над лобовым стеклом. Заработали светодиоды. Предупреждаю о движении другие автомобили издалека. Ну и у нас дополнительно здесь стоят светодиодные фары. Давайте также перейдем в управление кузовом. Да вот пожалуйста. Можно скинуть груз. Дополнительный. Какое у нас здесь кузове. Но в принципе. Можно также в этом кузове перевозить. И другой автомобиль. То есть позволяет этот кузов. Посмотрите какой у него. Угол наклона. Практически до земли достаёт. То есть грузовик. Вполне сможет заехать. Давайте опустим. Обратно наш кузов. Заглушим его. И пересядем в самосвал. Высокий кузов, конечно, самосвала. Ёмкий наверняка. Давайте также заведем этот грузовик. И перейдем в управление кузовом. И перейдем в управление кузова. И перейдем в управление кузовом. И перейдем в управление кузовом. Кроме того, у нас есть ещё одна функция. Мы можем управлять лестницей. Посмотрите. Вот лестница откидывается. С одной стороны. И с другой. С тем, чтобы водитель мог подняться. И посмотреть, не остался ли у нас груз какой-то кузовы. Порядок. Давайте также включим фары. Заработали у нас светодиоды на козырьке. Ну и прокатимся на нём. Посмотрим. Вот отсюда, между прочим, видно, что у него достаточно высокий шноркель. Посмотрите. Вот он где заканчивается. То есть практически мы можем погружаться в воду по самое лобовое стекло. Ну и сейчас из интереса мы закатимся в ближайший пруд и посмотрим, так ли это. Переезжаем железнодорожные пути. Ну и вот там участочек небольшой дороги с грязью. А слева уже виден пруд. Сейчас мы попробуем, как этот самосвал будет себя ощущать в воде. Ох, получили урон от пней. Вот так выглядит его путешествие по дну этого пруда. Как видите, никаких сообщений о том, что опасный уровень воды не появляется. Поэтому вот он просто гонит перед собой волну и спокойно перемещается по дну. Обратите внимание на подсветку по бортам. Оценивайте вот такой новый для нас грузовик и в том числе самосвал. Пробуйте, испытывайте. Подарок из Поднебесной. Вы были на канале Покоритель бездорожья. Я Алексей. Поддержите видео лайком. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин